Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что автор вопроса хочет уговорить своего мужа, а точнее переубедить его, жить отдельно от родителей. Но мужа все устраивает, он как бы переезжать не хочет, а автор вопроса неудобно. Автор вопроса не чувствует себя комфортно в этом. И спрашивает, можно ли его переубедить. Не найти компромисс. Ну смотрите, компромисс найти можно. Только есть один, на мой взгляд, такой важный нюанс, заключается он в том, что компромисс проистекает из наличия выгоды для обоих людей. Ну то есть, что я имею ввиду, да? Я имею ввиду, что если мы говорим о компромиссе, то это история про то, что выгодно. Иван им, да? Да? Я имею ввиду, что это история про то, что выгодно. Именно взаимная выгодно. Вот. Именно взаимная выгода. А есть ли здесь вопрос, ну, взаимная выгода? Непонятно. То есть, это то, что нужно вам? Да. Это то, чего хотите вы? Да. Ну, вы понимаете, зачем это нужно вам? То есть, ну, вы можете себе, вот, ответить на вопрос, зачем это вам? Ну, зачем это вашему мужу? Вот насколько сложнее всего ответить. Для чего это вашему мужу? Зачем это ему? Ну, это очень важный момент. И, вероятно, вам не получается донести до него, зачем это ему выгодно. Ну, важно, конечно, говорить на языке. Понятно супругу. То есть, чтобы вот, ну, чтобы то, что вы говорите ему, да, было понятно ему в первую очередь. Потому что, если вы говорите о чем-то, но непонятном для него языке, если вы говорите в терминах, в категориях, которые ему непонятны. Ну, соответственно, опять же, само собой разговора, ну, не будет. Разговора не получится. Вам также нужно выяснить, с чего, с чего хочет вашему. Да, ну, то есть, вот, в принципе, чего он хочет. То есть, какие желания у него, ну, вот, у вашего мужа. И, понимая, какие желания у вашего мужа, вам будет, естественно, легче оперировать этим, когда вы будете говорить о своих желаниях. Вот. То есть, что хочешь ты и что хочу я. Вот. Если вы, вот, ну, в той или иной степени своего мужа не слышите, вот, я не говорю, что, ну, я не говорю, что вы прямо должны его слушать. Слышать точно. Слышать точно. Вот. Я не говорю, что, ну, что вы, что вы обязаны это делать. Я здесь больше говорю о том, что если вы его не слышите, то это может быть очень, ну, вот, такой серьезной проблемой, на мой взгляд. Вот. Понимаете, да? Какая, какая штука. Поэтому, с обратным человеком договориться можно, но, ну, желательно, вот, как-то, эм, ну, донести до него, эм, зачем ему это делать. То есть, зачем это вам полезно, а вот зачем это ему. Это первое. Второе. Вы говорите, что не обговаривали с ним эту историю, вот. Ах, мне обговаривали историю того, где вы будете жить, ну, вот. И, соответственно, согласились жить с его родителями. Эм, не то, чтобы я вас обвинял, ни в коем случае, нет такого, что я, эм, ну, как бы, вас обвиняю в чем-то. Просто, на мой взгляд, эм, вы, возможно, сами изначально не, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Свои рамки вы не проставили, то есть не проставили, то так, что я хочу, да, как я хочу, как можно со мной, да, как можно со мной, как, значит, как со мной нельзя и так далее. То есть вполне вероятно, что этого вы не видели. Вот. Ну и муж, он вероятно понял или подумал или решил в определенный момент, что ну вот будет так. И теперь это вот, ну теперь это вот так. Хорошо это или плохо, это уже не имеет значения. Ну вот. То есть вот постарайтесь, постарайтесь обратить внимание на то, чем вы руководствовались. Когда не обсуждали с мужем, вот это, ну, где вы будете жить. Вот. То есть у вас были другие приоритеты. Дальше. Вы, вы описываете некоторые, ну, скажем так, проблемы, да. То есть вы описываете некоторые аспекты, ну, такой вот совместной жизни. Ну, есть ощущение, что вы как будто бы стесняетесь. Есть ощущение, как будто бы вы вот стыдитесь. Есть даже ощущение, как будто бы вам сложно отстаивать личные границы и сложно говорить нет. То есть, на мой взгляд, вот этот момент, момент того, насколько вы чувствуете себя свободным, свободным, он не связан с тем, что живете ли вы отдельно там от кого-то или нет. Это скорее связано в данном случае. Это связано с тем, как вы к себе относитесь. Это связано с тем, как вы себя, ну, себя воспринимаете. Вот. Это связано в данном случае с тем, как вы себя видите. Вот. Вот. Ваша уверенность, в принципе, с четкостью, ну, личных, личных границ и так далее. Вот. Понимаете, да? То есть, это будет очень важный момент, на который я бы хотел, ну, обратить ваше внимание. То есть, ну, не знаю, проблемы дифференцировать. Если бы вам физически... Да, ну, вот, если бы вам, значит, физически было бы комфортно, да? Допустим. А, так же, так же вы, так ли бы вы настаивали на раздельном проживании? Возможно. Ну, это нужно, это нужно выяснить. Как мне кажется, что, ну, нужно выяснить, действительно ли, действительно ли вы бы вот так же бы наставили, ну, так же бы наставили. Или нет. Или нет. Может быть, было бы по-другому что-то. А, может быть, вам было бы, ну, легче, значит, слова подобрать. Ну, понимаете, да? Вот. Вам сейчас трудно слова подобрать именно потому, что вы, ну, чересчур, ну, чересчур, чересчур заинтересованы. Ну, вот. А если бы не были вот так заинтересованы, то, может быть, было бы, ну, было бы легче слова подобрать. Вот. С этим нужно смотреть. Нужно смотреть. Нужно смотреть это и исследовать. И немножечко разгрузить. Как мне кажется, проблем, ну, проблемы. Сейчас вот у вас от того периода цивилиния зависит, ну, слишком много. Очень много. Лжи вам, ну, само собой, само собой вам тяжело. То есть, в данном случае, ну, не может быть по-другому. Вот. А нужно, чтобы проблема все-таки несколько заграничивалась. Вот. Понимаете, да? И вот нужно четко понять вам, какие приоритеты у вашего мысли, чего он хочет. Вот. Вот. Чего хотите вы, то тоже, вот, то, что, ну, то, что нужно вам понять. То, что нужно, вот, постараться вам увидеть. И говорить об этом. То есть, опять же, вот, например, для меня не совсем ясно, да, говорили ли вы, там, своему мужу о том, вот, что вас, ну, ну, допустим, беспокоит и тревожит. То есть, ну, что вам не комфортно. В чем, в чем и где вам не комфортно. Ну, ну, вот, ну, конкретно. То, что вот вы описываете в своем тексте, например. Как-то так. Идеальным вариантом было бы, значит, чтобы вы вместе со своим мужем, да, обратились, значит, к психологу вместе, вот. И вместе обо всем поговорили, вместе с тобой все выразили. То, что вас волнует, то, что вас тревожит и на основании этого уже решали бы, что делать дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!